Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это Финам-ФМ, ежедневная интерактивная вечерняя программа «Реальное время». Гость, который ко мне сегодня пришел, знает о медицине все. Я это произношу абсолютно без пафоса. Наша предыдущая встреча с ним имела большой резонанс. Многие из вас читали, смотрели, слушали этот эфир. Сегодня у нас будет продолжение разговора. Поэтому я надеюсь, что мы сможем проанализировать то, что происходит в здравоохранении здесь, в Российской Федерации. И проиллюстрируем это на примерах других стран, Израиля, Германии, других, в общем-то, развитых стран, которые, по крайней мере, в России считаются развитыми. Но там также есть свои недостатки. Большим удовольствием вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это доктор медицины Борис Аками. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть. Напомню, средства коммуникаций. Для ваших звонков 65 10 99 6, код Москвы 495. Finam.fm. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет уже сейчас прямая веб-трансляция. Можете также пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Туда также направлять свои комментарии либо вопросы. Я предлагаю прям, что называется, взять быка за рога и начать с темы врачебной ошибки. Борис Павлович, вот на ваш взгляд, что это и конкретно вот в России, как с этим обстоит дело и какова ситуация в зарубежных странах. Как определить, врачебная это ошибка или нет? Ну, врачебная ошибка это в любой стране может произойти в любое время. И количество этих ошибок не есть индикатор уровня медицины. А это индикатор, насколько тщательно выявляются такие ошибки. Как? Возможно, что мы не являемся лидером в глазах экспертов в ошибках, но у нас нет экспертизы никакой. А что считается все-таки, я хочу понять, в медицинском сообществе, когда применяется формулировка врачебная ошибка? Ну, есть несколько видов, как я это себе представляю. Есть медицинские ошибки в диагностике. Они могут связаны быть с отствованием технологии, с неумением анализировать, с отсутствием достаточного количества знаний. Ну, и в России они могут быть еще связаны с явлениями беспорядочного административного ведения пациентов. О чем идет речь? Порядка мало. Чтобы было понятно всем. Ну, перебрасывают пациентов от одного рака к другому, и теряется связь пациента с тем врачом, который должен был бы его вести. В результате новый врач не знает всей истории и может впасть в ошибку. У нас есть хорошие лаборатории, но нету много врачей, которые умеют читать анализы. То есть это элементарно или это не элементарно? Часть ошибок можно экранировать на ошибки в образовании, недостаточное образование. Часть на разгильдяйство. Вы, наверное, слышали, что в России разгильдяев много. Предполагаю, да. Они в медицине, их немало. Я знаю, у вас очень богатый опыт, в частности, ведение медицинской практики в Израиле. Я хочу понять, вы уже сказали, там это тоже возможно? Возможно, да. И там ошибаются? Я жертва ошибки медицинской в Израиле. Даже так? Да. Хотя я очень тщательно выбирал себе врача и смотрел, чтобы, не дай бог, не было ошибки. Однако попал на ошибку, которая потом... Вы, врач, практикующий врач, сами попали на врача. Хотя я сам выбрал врача себе, очень тщательно выбирал и колебался, где эту операцию делать в Израиле или в Америке, или в Германии. В конце концов, выбрал, на мой взгляд, самого лучшего, какой можно было выбрать в Израиле, зав. отделением, профессор. Он сделал все ошибки, какие только можно было сделать. Ну, он по-прежнему работает зав. отделением. То есть, подождите, Борис Павлович, здесь мы подступаемся к принципиальному вопросу. Врач несет ответственность? Несет ответственность, но не персональную, к тому, с кем он ошибся. А он имеет юридическую ответственность. Вот он, к примеру, страховая компания, если, значит, говорить конкретно об Израиле, то там все застрахованы. Есть страховка у любого врача, и, кроме того, есть страховка у больницы. Но вроде в России тоже застрахованы все, нет? Вот ОМС. Застрахованы пациенты, врачи нет. Допустим, что пациент застрахован, это замечательно, но вот врач сделает ошибку. И где его ответственность? Ну, допустим, что он человеку нанес ущерб, ну, допустим, на 500 тысяч долларов. Мы будем говорить в долларах, потому что это как бы... Все смогут пересчитать на рубли. Все понимают, да. Ну, страховых полисов, покрывающих ему ошибки врача на 500 тысяч долларов, не существует в России. В Израиле есть, в Америке это норма. И часто можно слышать по судебным искам от пациентов к врачам или организациям, сумма 5-6 миллионов долларов. В фармакологическим фирмам предъявляют 10-20 миллионов долларов. Подобного сутяжничества в России нет? Были прецеденты максимальные, если я не ошибаюсь, 600 тысяч рублей выиграла там одна дама, которая обратилась к нам за second opinion. И ввел ее дело адвокат, который к нам и обратился за нашим мнением. Она выиграла, если я не ошибаюсь, 500 или 600 тысяч рублей. Это считался C-рекорд абсолютный. Если я не ошибаюсь, эта компания не выплатила эти деньги, у них не было этих денег. И они не были застрахованы. Собственно, когда в этом-то и проблема есть. Ну да, мы виноваты, но у нас нет этих денег. Борис Павлович, все-таки я тогда хочу с вашей помощью понять вот какой момент. Судиться стоит? Вот в российской реальности. Стоит или не стоит? Потому что ведь человек несет издержки. Ну вы знаете, что я скажу. Мало того, что ему уже нанесли ущерб. Юрий, я вас переведу. Смотрите, стоит или не стоит, это выбор каждого индивидуума. Это может быть мотивацией совершенно другая, не только деньги. Ну, например, отомстить. Вот мне нанести ущерб, а я вот так вот все это скушал и ушел. Обидно же. Ну вот засужу их часто, у нас вышли. Засужу их, да. Ну кого именно засудить? Ну врач сделал ошибку. Например, в случае своей некомпетенции. Но ведь вы же выбрали этого врача. Вы проверили его компетенцию, насколько вы могли. И вы ошиблись в выборе. И естественно, что на ошибся уже не специально вам эту ошибку сделал. Это разные вещи. Человек навредил умышленно или из-за беспечности своей, или по незнанию. Так судитесь с тем, кто его выпустил из института и поставил ему хорошие оценки на экзаменах и дал ему диплом. Вот с ними есть причина судиться. То есть вы считаете, надо подавать в суд не на врача практикующего, а на тот вуз, который дал ему диплом, выдал диплом? Сохранировал свою мысль, что многие врачи, совершающие ошибки, они не хотят быть плохими врачами. Они вынуждены им быть. Их плохо учили. Хорошо, тогда мы подступаемся к главному вопросу. Как выбирать-то врача? Ну вот как выбирать врача? Вы профессиональный врач, да? Я дилетант. Абсолютное большинство наших слушателей также дилетант в этом вопросе. Мы все дилетанты, когда выбираем врача, адвоката и автосервис. То есть это вообще дохвый номер, что ли, получается? Это проблема. Проблема серьезная. Не будем говорить о врачах. Посмотрим, например, на автосервис. Это любой человек знает. Ты приходишь в автосервис, тебе там наглядят, поменяйте то, это. Нужно быть автомехаником, чтобы понять, тебя разводят или нет. Но там кое-что можно понять. Трудно, да. Но можно, да. Но в медицине намного сложнее. Сами врачи-то не знают иногда истинного рейтинга. Но он существует, этот рейтинг, конечно. Вот от чего отталкиваться? Обывателям. Вот я стоматолог, я могу говорить о том, как можно в стоматологии искать нужное место. Во-первых, нужно стараться попадать в такие места, медицинские, стоматологические, например. Где работает не один врач, а достаточно хороший коллектив. Одного уровня. И врач, наверное, должен быть не очень пожилым и не очень молодым. Не обязательно мужчина, как некоторые думают. Может быть и женщина хорошим врачом. Так. Даже еще может быть и лучше. Не обязательно этот врач должен быть москвичом. Собственно говоря, где вы их найдете-то, этих москвичей? Он должен быть хорошим профессионалом. У него должен быть опыт. Но не меньше пяти лет, я думаю. Я думаю, что за пять лет можно уже набраться. Тот, кто не стал хорошим врачом через пять-семь лет, он уже и через пятнадцать не станет. Этот врач должен быть готов, чтобы спросить, а сколько вы сделали вот этих вот, вот этого вида процедур в этот день, вчера, за неделю, за месяц, за год. Сергей Борисович, если вы хотите сказать, что мы, как потенциальные пациенты, должны задавать вот в том числе вот эти вопросы? Да, и врач должен быть готов, что его будут допрашивать, и он не должен смущаться и впадать в обиду. Это нормально. А если врач нас пошлет к проматери истории и скажет, ну-ка идите-ка. Ну, значит, ему есть чего скрывать. Вот профессиональный врач хорошего уровня, он скажет, пожалуйста, вот если это речь идет об имплантации, вот я сделал в этом месяце 100 импантов, за год я сделал 2000 импантов. Вот пациенты, которым я делаю, вот их перечень, там в интернете можете посмотреть. Можно позвонить любому из них, спросить, какого они мнения обо мне и моей деятельности. Мы предоставляем лично, я вам говорю, ответственно, любой может к нам прийти и про любого спросить, если это не дискретная же информация. Если кому-то сделали коронки, например, что-то дискретное. А вы считаете, в российской медицине есть конкуренция? Конечно, есть. Есть. Да, даже вот такой специфической вещь, как урология, есть борьба, там есть 5-7 школ урологических, и они борются между собой, кто лучше. Это коммерческое направление. То же самое в стоматологии очень большая конкуренция. Есть конкуренция высокая. Средний уровень. Вот элитные очень дорогие, да, там меньше конкуренции, потому что их не так много. А состоятельных людей очень много. А вот чуть ниже уровень, их там очень много. Вот я хочу с вами сразу, мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. Сразу после него хочу обсудить все-таки тему частной и государственной медицины, элитной и неэлитной. Потому что из своей собственной практики, я могу сказать, да, мы ходили как-то с супругой в одну, скажем так, ну, элитную клинику. Так вот, кроме множества анализов и счетов, мы, в общем-то, качественные консультации там не получили. Мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей. Здесь в реальном времени Борис Агами. Звоните, пишите. 19 часов 17 минут. Это реальное время Финам. Сегодня у нас в гостях доктор Медицины, Россия, Израиль, Борис Агами. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495 для звонков. А финам.фм, это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Вы спрашиваете, чуть повыше микрофон сделайте. Так вот, я хочу все-таки понять. Бесплатная, платная, элитная и государственная, или государственная, да? Здесь вот есть краеугольные моменты? Или, в общем-то, можно нарваться и, простите, в элитной клинике на... Не то, что врачебную ошибку, а вообще не оказание услуги? Во-первых, элитная может быть и государственная тоже. Так, да. Вот, во времена Советского Союза элитными были четвертое управление, если я не ошибаюсь, называлось. Минздрава СССР. Минздрава СССР. И сейчас есть, вот, я знаю, на Романов-Переуг, там такая больница, куда управа делами, по-моему, она принадлежит. Управа делами президент. У них своя поликлиника, как у советских чиновников. Это считается очень круто, это элитная. Я так понимаю, что простые смертные туда не могут попасть? Не, ни в коем случае. А, ну, значит, это недоступно. Я почему спрашиваю, Михаил пишет, бесплатная медицина – это безответственная медицина. Вопрос, не стоит ли полностью отказаться от бесплатной медицины, как не отвечающая за результат лечения? Спрашиваю, слушайте. Бесплатная медицина – это достижение социального характера. Такая медицина в Европе почти во всех странах. Про Скандинавию я молчу, там страны победившего социализма. Там все бесплатно, не только медицина. И детские сады. И там медицина хорошая, надежная. Норвегия вообще, я думаю, лидер европейский. Во многих направлениях, в том числе и в медицине. Замечательная медицина в Швеции. Она хорошая в Германии, она тоже, там есть страховки. Государство участвует своими деньгами в страховании граждан. Вот вы, наверное, читали сейчас в Америке, Обама добился страхования. Не знаю, его критикуют многие, мягко говоря, за это. Ну да, критикуют. Слушайте, по любому позиции, выберешь позицию, тебя будут критиковать. Независимо от того, какую ты выбрал. Но вот Михаил пишет и ставит знак равно, что бесплатная медицина равно безответственная медицина. Это так, вот на ваш взгляд? Ну нет, конечно, нет. Нет? Нет. То есть можно... Ну нельзя обобщать. Почему? Есть... Под всем под этим стоят отдельные люди, врачи. Они могут работать в бесплатной, в платной. Они могут совмещать. Они могут днем работать в бесплатной медицине, в государственной службе. А вечером быть частно практикующим врачом. Боярис Павлович, ты какой это будет специалист, если он днем в одном месте, вечером в другом месте, а может быть и ночью в третьем? Классный специалист может работать много часов, от этого хуже не станет. А если речь идет, например, о хирурге, да, там есть ограничения, там 6 или 5 часов он может оперировать. А если психиатр, то, я думаю, он гораздо больше. Но стоит ли вот отказываться, на ваш взгляд, от такого достижения, как вы говорите, социального бесплатной медицины? Ну это смешно. Хорошо, я по-другому вам поставлю вопрос. Нельзя отказываться. И тогда будет не смешно. Сотни миллиардов, в буквальном смысле, государство российское тратит на медицину. Я захожу в муниципальную поликлинику, мне хочется выйти тут же. Смотрите. Зачем мне тогда такая бесплатная медицина? Мы не будем говорить то, что уже навязывало у всех там о коррупции, что деньги разворовываются. Действительно, бюджет Москвы конкретно, да, он гигантский. А сколько этих денег доходит до потребителя, я не знаю. Это пусть занимается, вот это вот на Садовом кольце учреждения, счетная плата, кажется, да? Вот там они пусть считают, сколько денег дали и сколько получили потребители. Наверное, недополучили много. Но я думаю, что главное не в количестве томографов, которые купят на бюджетные деньги учреждения медицинские. А главное, кто на этих томографах будет работать. И кто будет пользоваться этими томограммами, как он их будет расшифровывать. И как дальше этот пациент пойдет? Проблема в том, что пациенты в России, это нечто уникальное, больше этого в мире нигде нет. Лежат по диагнозам, которым на Западе сутки-двое ночуют в больнице, здесь три недели их держат. От этого койка день, очень дорогой, да, становится немыслимым, тяжелым для бюджета. Почему их не отпускают через 1-2-3 дня, как в других странах, я не знаю. Такая традиция в районе Советского Союза появилась. Но в этом есть смысл? Нет, нет никакого смысла. Но эта проблема не потому, что это государственная, не частная. Хотя, конечно, частная больница не стала бы держать у себя пациента от или другого, там, сделала какую-то процедуру. И вот они его держат там по 2-3 недели. Это наблюдаю. Хорошие врачи, но у них такие правила. Или вот нововведение, что теперь будут историю болезни вводить в компьютер, и не будет этих бумажек, на которых пишут. Забыли только две вещи. Дать компьютеры в эти больницы, они только в Москве есть. И дать эти программы, и научить еще людей, которые будут работать, пользоваться этими программами, и научиться печатать в компьютер, вводить всю эту информацию. Вот я в частной клинике, мы это ввели, всю информацию ввели в программу, называется «Инфодент». Она успешно работает, она нам сократила, не знаю, часы рабочие, и стало все более четко, понятно и прозрачно. Но заняло у нас это полгода, пока все приспособились. Вначале все, никто не хотел, все отторгали. Это пришлось так вот властно сказать, только так и по-другому не будет. Штрафы там и так далее. Но я не очень себе представляю, как можно ввести это в регионах, в каких-нибудь дырах, где нет ни компьютеров, ни программистов, ни людей, которые в состоянии это сделать. Вот я хочу все-таки дожать вопрос по поводу бесплатности. Ведь на самом деле все понимают, что медицина в России платная. Я не говорю сейчас о коррупции, да? Я говорю о благодарностях, как это принято в России, да? Если человеку оказать помощь. А, не только в России. То есть там тоже благодарен? Да, тоже. Вот этот, который мне ошибся, например, сделал мне операцию неправильную. Я его тоже благодарил. Он мне два раза ошибся, я его два раза благодарил. За что? За что, Борис Павлович? Это за что, за что? Российские корни себе дают знать. Не, все так делают. Все так делают? Все так делают. Неужели и там берут? Считается, что нужно доктору дать денег, он будет более внимательный. Я не знаю, чем это объяснить. И сейчас вот я недавно попал в аварию, я вот рассказывал вам несколько дней назад. Мне делали операцию в Грузии, я вначале, где попал в аварию, я был в больнице. Я там пытался дать свои деньги медсестре, рентгенологу и врачу. Вы знаете, отторгали, никто не хотел даже говорить на эту тему. Так, подождите, интересно. Сказали... То есть в Грузии вы предлагали... Да, вот, и они нуждаются очень, у них вообще никаких денег нет. Так. Никто, начиная от человека, который меня принял и записал после аварии, там мои данные. Потом медсестра, которая у меня брала анализы, потом рентгентехник, который мне делал, сити, томограмму. И кончая хирургом, который хотел бы... Вот ни один человек не только не взял. Так на меня смотрели, как будто я их пытаюсь подставить под полицейский надзор. Почему же тогда в России-то? Теперь, а в Израиле я заплатил, если не ошибаюсь, 20 тысяч долларов врачу, после того, как мне сделал операцию, очень удачно. Все сделал. Не то, что не так. С удовольствием взял. А, так подойдет. И сказал, пригодится. Вот так. Поэтому нельзя быть голосом, что тут на Западе все, да. Ну, я не знаю, может, я попал в какую-то такую грузинскую больницу, где очень остро антикоррупционная деятельность пресекается. Но, тем не менее, вы стали свидетелем того, что люди не брали. Кстати, там был хирург, который до этого работал в 15 лет с Бурденко. То есть он знал правила, да. Но он сказал, у нас это неприемлемо. Почему в России берут? Почему? Ну, почему в России берут? Это зарплата низкая или что? Я думаю, что у того же израильского врача неплохая зарплата. Но он же взял. А в Грузии нет? В Грузии нет. Ну, не знаю. Уходите от этого. Я думаю, что 10 лет назад Грузии тоже взяли. Видимо, как что-то с их мозгами произошло. Невероятное. Не берут деньги в карман никто. Только официанты на чаевые берут. Ну, это другое направление. Андрей пишет. Добрый день. Обсуждая ошибки врача, будьте добры посмотреть на эту проблему их глазами. При таком огромном потоке больных на каждого пациента 20 минут. Мама терапевта у Андрея. Отец хирург. Оба жалуются на абсолютную нагруженность на работе. При минимальной работе после работы возвращаются выжатыми и подавленными. Как прокомментируете письмо Андрея? Да, это все точно он отметил. Это то же самое наблюдается в израильских больницах государственных. Там пациенту, например, стоматологу, терапевту дают 20 минут на пациента. Что он за 20 минут может сделать, непонятно. Поэтому уровень падает в госучреждениях, потому что они халтурить начинают. Им же нужно эти галочки ставить. Да, это проблема. Вот ключевый момент вы сейчас сказали. Галочки ставить. Вот у вас вырвалось то, что я ждал до этой минуты. Но вы меня не вырвали. Я сказал это сам. Да, вот эти галочки, статистика, они являются неким индикатором качества. Там, где дают вау и план, там качество не жди. Но у частно практикующих врачей наблюдается примерно та же ситуация. Они, чем больше процедур сделают, тем больше денег получат. Поэтому, например, вот если экранировать это, как я к этому отношусь. Я плачу за врачам зарплату фиксированную, независимо от того, что они делают и сколько они работают. Это лишает их интереса приписывать лишние манипуляции и спешить. Возможно, что я где-то проигрываю. Но выигрываю в качестве. И за последние несколько лет у нас негатива практически не стало. А были проблемы когда-то лет пять назад. Врачи старались как можно больше сделать. Спешили, не доделывали качественно. То есть конвейерный стиль работы встречается как государственный, так и в частный. Конвейер враг качества. И заинтересованность врача в поминутном зарабатывании, в пересчете на время, да, это тоже враг качества. Но еще есть человеческий фактор. Есть люди, которые педантичные и перфекционисты. Это лучшие из врачей. Перфекционизм это очень важное качество для хорошего врача. Особенно у которого работа связана с мануальными навыками. Ну, очень трудно найти хороших врачей в Москве. Но они есть. Нет, вопрос не философский, а из области практики. Нам здесь лечиться или надо туда ехать? Есть в каждой специальности медицинской есть высокого уровня профессионала. И не важно, где врач живет. Не важно. Россия или Америка или Германия. Не важно. И не всегда это заведующий отделением какой-нибудь профессор. Вот обычный врач, который стоит на потоке, хирург, у которого есть эти два качества, он любопытен, он перфекционист и себя уважает. Это очень важно. Не любит свою профессию, да, это любители, да. А профессионалы уважают себя и свой труд. И для них репутация важна. Я понимаю, что высказывание. Не надо любить свою профессию, надо быть практиком. Мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей. Я вижу, что все линии телефона 65, 10, 99, 6 заняты. Пишите, не можете дозвониться, тогда пишите на финам.фм. Здесь доктор медицины Борис Агами. Сразу после новостей будут и ваши письма и вопросы. О 19 часов 31 минута. Реальное время финам.фм. Меня зовут Юрий Прайнкоин. Напротив меня здесь, в московской студии, прямо в эфире финам.фм. Борис Агами. Говорим о медицине, о том, что здесь есть, что есть там, за пределами нашей страны. 65, 10, 99, 6. Код Москвы, 495. Номер многоканального телефона. финам.фм. Наш портал в интернете. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. Алексей из Новокузнецка пишет, не согласен с теми, кто считает, что бесплатная медицина, безответственная медицина. Хожу только к своему стоматологу на другой конец города, в Новокузнецке. Именно в государственную поликлинику очень доволен ее работой. Ну, это вот пример того, что действительно можно врача найти в любой клинике, как вы говорили. А вот смотрите, Борис Павлович, слушатели финам.фм. Это достаточно состоятельные люди, реализовавшие себя в массе своей. Я знаю, что среди них часто используется такое понятие, как медицинский туризм. Сейчас много компаний из Германии, Израиля, да, вы этот рынок очень хорошо знаете, зовут, приглашают. Давайте, давайте, вот там кудесники, там волшебники, которые все исправят, вылечат, чтобы у вас не было. Я хочу услышать мнение профессионала, который знает практику и здесь, и там. Вы обратились к профессионалу. Я занимался медицинским туризмом в направлении России и Германии еще в 88-м, 9-м году. Еще был Союз СССР. Да, но тогда уже были некоторые персонажи, которые приезжали в Израиль. Да. Были израильтяне, которые ездили на лечение зубов в Германию, потому что чужая трава всегда зеленее. Знаю эту тему очень хорошо. Я категорически противник медицинского туризма. Так, стоп. Вы категорически противник медицинского туризма? Да, могу аргументировать. Пускай я знаю с другой стороны это медицинский туризм. Когда вы едете в другую страну лечиться, вы никогда не знаете, куда вы попадаете. Истинный уровень этого медицинского утверждения вам неизвестен. Вам известен только посредник. Посредник вам будет рекламировать все, что хотите. Его интересуют только ваши деньги. И больше ничего. Он абсолютно ни за что не отвечает. Он берет часть денег, предоплату заранее. Если вы не будете довольны и разочаруетесь, уедете, вам эту предоплату никто никогда не вернет. И для них может быть даже лучше, если вы приедете и уедете. Меньше будет возни с вами. Я видел, как посредники привозили из России, из регионов, это чаще попадает в эту неприятность, людей, которые были неоперабельны. Морочили им там голову месяц-два. Потом, наконец, им говорили, что ничем помочь больше не можем. А месяц-два они оплачивали счета. А чаще всего... Счета они начинали оплачивать до того, как приехали. А чаще всего, когда они приезжают в больницу израильскую, там люди работают, в общем-то, честные. Говорят, мы вам помочь не можем. Как же меня вот эта фирма направила? Фирма нам сказала, что у вас есть проблемы. Мы видели ваш диагноз и мы сказали, что это неоперабельно. Но мы сказали, что можем посмотреть анализы и продиагностировать вас снова. Потому что часто бывают ошибки. Статистически, по крайней мере, одна больница такую статистику дает. Из десяти диагнозов девять были неправильные. Из десяти российских диагнозов девять были неправильные. В девяти были ошибки, да. Ошибки были в диагностике по причинам некачественного оборудования и по причинам другим. Неважно по каким. Поэтому они априори все, что привозят, им они смотрят и потом делают все заново. Это стоит денег. И не дешево. Стоит денег... Все оплачивает пациент? Ну, естественно, все оплачивает пациент. Есть больницу, в израильских, почти во всех больницах есть иностранный отдел. Есть там русскоговорящие люди. Есть десятки посреднических фирм, которые находятся в Москве и в Израиле, которые засылают по той информации, которую они получают из российских больниц. Здесь люди, которые хотят на несчастье другого нажиться, посылают письма индивидуально Петрову, Федорову, что мы знаем, что у вас есть вот такая-то проблема. Наш центр специализируется на этом. Приезжайте, мы вам поможем. Подождите, Борис Павлович. Я видел этих людей в Израиле. А как быть с врачебной тайной? Ну вот, как быть с врачебной... Мы же сейчас подходим к информации. То есть эти компании же получают информацию от кого? От российских клиник? Радиосуств, Телефинам. Они же не в прокуратуру... Они хотят просто знать технологии. Конечно. Поэтому не нужно обращаться к посредникам. Нужно обращаться напрямую в больницы. Во всех больницах израильских, немецких, американских есть порталы, интернет-сайты. Все врачи известные израильские имеют персональный свой сайт, телефон, который отвечает их секретарь. И тем не менее вы против? Да, я против. Хотя в индивидуальном порядке кто-то, который знает, например... Вот я, например, знаю от своего знакомого врача-ауролога, что, скажем, по этому профилю, он мне говорит, вот самый лучший находится в Америке, вот в этих двух городах есть фамилии такие-такие-то. Я их на конгрессах слушал. Вот в Израиле такой-то. То есть надо иметь этих специалистов, знакомых, которые не живут за стеной каменной, они общаются, ездят на конгрессы, на симпозиумы. Но это не так просто. Для обычного человека, который никогда не сталкивался со своей болезнью, это беда. Но если вы сами говорите, что... Уж простите за организм, вы сами нарвались, да? На врачебную ошибку. Ну да, но я ее потом исправил. Наконец-то я нашел так врача. Из вашей личной практики. Вы знаете, что я, вот на моей практике, я вам скажу, вот я сделал все ошибки, какие совершают остальные люди. Я пришел на прием к врачу, которого я выбрал после длительных советов и раздумий, увидел у него шикарные часы, там, наверное, тысяч за 100 долларов. Я в этом разбираюсь. И шикарный кабинет, и я так подумал, ну, это человек, куда яхта у него есть, подобно. Это настоящий нейрохирург, как я читал в книгах. А другой, альтернативный, который у меня был, сидел в каком-то паршивом кабинете, заваленном газетами. Выглядел он, конечно, крайне непрезентабельно. Я говорю, нет, пойду к первому. То есть это была ошибка? Это была ошибка. Вот это яхта, часы, мебелированный кабинет, красивая секретарша. Все это я оказался фраер. Или, как говорят по-московски, лох. Борис Павлович, я все-таки хочу еще уточнить по поводу медицинского туризма. В вашей практике были выпивающие случаи, когда вам было искренне жалко людей, но помочь уже было невозможно? Ну, к счастью, моя специализация не такая пессимистическая. Все-таки в стоматологии нету таких смертельных заболеваний. Но бывали случаи, когда приходили люди, которым нельзя было помочь. Но я делал все, чтобы им помочь. Я им искал врачей и специалистов в Израиле, в Америке. Если это были люди, не ограниченные в бюджете, то я их писал письма. Там, в Восфанджелос, например, недавно отправил человека. В Израиль мы очень часто отправляем пациентов. Если я не могу справиться, я знаю всех, кто есть кто на этом рынке. Я отправлял к самым лучшим, старался, чтобы их встретили в аэропорту, и чтобы их сопровождали. Но это не медицинский туризм. Я отправлял персонального человека, конкретному врачу, который я знаю, что именно в этом специализируется, что он классный врач. Это дорого? Это было дешевле, чем ходить по дилетантам и беспрерывно советоваться. Но, смотрите, кто-то должен поверить, что я честный человек. Хотя, я думаю, при собеседовании со мной это очевидно. Я никогда не продавал никому. И вообще противник продажи медицинских услуг агрессивный. Реклама, да. Но я часто сталкиваюсь с такой рекламой, от которой тошнит. Например? Например, вот я читаю... Непримитительно конкретным компаниям, а чтобы и нашим слушателям было понятно. Не, не, будешь упасти. Вот можно прямо конкретно. Вот я знаю такой человек, Данте, кажется, фамилия. Я думаю, что это псевдоним. Фамилия его мне неизвестна. Он рекламирует совершенно чушь в журналах. Я читал в журнале Аэрофот, когда летел Аэрофотом. Что он делает? Прием только один пациент в день к нему приходит, и он ему делает на специальном оборудовании, которое он сам своими руками создал, это оборудование. И занимается он только персонально этим пациентом. И он не делает никаких имплантаций. Он все делает безболезненно абсолютно. Это ручная работа, вот типа там швейцарских часов 1820. Ну а почему это чушь-то? Ну подкупает же. Да, я вообще не уверен, что у него даже диплом есть. Но есть такие вот идиоты, которые на это попадаются. На мой взгляд, это вообще надо было бы запретить. Но рынок свободный. Каждый может писать все, что хочет. Откровенный разговор о медицине с Борисом Агами в реальном времени на Финам.фм. Пожалуйста, господа, 651099.6, финам.фм. Наше средство коммуникации на портале идет и прямая веб-трансляция. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер, у меня Александр зовут. Да, Александр. Да, вот мне эта тема очень близка. Я хоть сам и не врач, но у меня жена врач и врач в третьем поколении. И теща, и теща у меня врачи. Вот, и поэтому, вот, знаете, у меня иногда из-за того, что они рассказывают, голова пухнет. У меня, конечно, от многих ситуаций в нашей стране голова пухнет. Но от медицины особенно, честно говоря. Потому что, ну вот, жалуются откровенно. Первое, что приходит в голову, что руководят отраслью не врачи. Это очень плохо, потому что мне говорят, врачей завалили бумажной галакитой. То есть просто огромное количество отчетов. У них сейчас просто невероятное количество бумаг надо заполнять. И мне остается времени, собственно, на работу врача, на диагностику качественную, на рабочую, непосредственно, детям. Да, опять же, весь бардак, который у нас в государстве есть, он в медицине, конечно, тоже есть. И вот есть у меня, например, отличный хирург, он онколог. У него показатель выживаемости, вот это вот, есть там такой показатель, по-моему, пятилетняя выживаемость. У него вот очень высокий показатель, и ему просто уже 63 года сейчас будет. И он уходит и просто с таким вот отчаянием говорит, что нету там, люди не выдерживают, не остаются молодые специалисты. То есть с такой болью в сердце они все вот рассказывают о том, что вот реально крик отчаяния. Я даже не знаю, вот что еще можно сказать. Хотя вот я могу точно сказать, что есть качественные врачи, и они действительно есть, их просто очень трудно найти. Спасибо, понял, Александр. Борис Павлович, значит, пункт первый. Непрофессионалы управляют отраслью, в данном случае, в российском масштабе. Пункт второй. Бумажные волокиты завалили врачи. Пожалуйста, ваши комментарии. Комментарий такой. А. Непрофессиональные люди управляют. Они в каком смысле непрофессиональные? Они непрофессиональные медики. Да, они не медицинские работники. Но они профессиональные менеджеры. Например, в Израиле министр здравоохранения, президент страны Антониеву, он не врач. Это не есть хорошо, но управляет нормально. Это интересный ракурс, так. Я представил Владимира Путина министром здравоохранения. Ну, ладно. Можете представить его, он же в других апостасах представляется неплохо. Не самый худший был бы министр здравоохранения Путин, я вам должен сказать. По поводу... Ну, ладно, я не буду. Шутки за эфиром я оставлю. Бумажная волокита. Бумажная волокита, она может быть уничтожена теми средствами, которые сейчас существуют у нас. Это интернет, это с помощью программ мы можем сократить это до минимума. Я говорил вот недавно совсем, пять минут назад об этом. По поводу, что ходят классные врачи, а вместо них никто не приходит. И стареют кадры. И стареют кадры. Правильно, опять, с чего мы начали на старте. Я говорил, что нужно заниматься образованием медицинским. И там корень зла. Если сегодня начнем этим заниматься, через 25 лет только появятся классные врачи. Через сколько? 25 лет. Спасибо. Но это очень просто объясняется. Вначале нужно найти преподавателей. Откуда вы их возьмете? Потом эти преподаватели должны подготовить нормальных студентов к выпускным издаменам. Потом должны быть проведены специализации. У нас этой специализации нет. Поэтому, что ординатура годовая, это смешно сравнивать с настоящей специализацией. А потом, еще должны эти студенты хорошо в школе учиться. Не по тем МГ, которые сейчас приезжают за 3 копейки купленные, а настоящие выпускники. Соответствующие знания. Борис Агами в реальном времени на Финам.ФМ. Краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19 часов и 47 минут. Это реальное время Финам.ФМ. Напротив меня доктор медицины Борис Агами. Звоните, пишите. Я предлагаю вот сейчас, прямо вот в темпе венского вальса, в такой пинг-понг. Конкретные вопросы, конкретные ответы. Согласен, Борис Павлович? Конечно. Единственная просьба ко всем, и к гостю, и к нашим слушателям. Четко формулировать и лаконично формулировать свои вопросы и комментарии. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Так. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Алло, добрый вечер. Ой, я прошу прощения. У меня не вопрос. У меня очень хорошая история по поводу опыта международного. Как вас зовут? Сергей меня зовут. У меня дядя закончил в этом году, мы все его сейчас поздравляем. Наконец, переквалификация, и он квалифицирован быть врачом в США, а учился у нас в первом медиа. И что он может сказать, вот сейчас он в ординатуру поступает, все там закончил, он может сказать, что полностью приходилось переучиваться, и медицина ушла много-много-много лет вперед. И вот я не согласен с тем, что говорили до этого, что нужно 25 лет для того, чтобы переучиться. На самом деле, я думаю, достаточно и пяти, и семи лет всего. Просто нужно переходить на международные стандарты, на которые мы не можем переходить, потому что у нас все свое, и мы идем своей путей. Спасибо, Сергей Павлович. 25 лет. Я имею в виду, что вначале нужно преподавателей найти, а в Америку он приехал там, где готовая структура. По ему там понадобилось года три, наверное. Кроме того, дядя, наверное, очень способный человек был. А то, что медицина постоянно уходит вперед и вперед и вперед, это действительно? То есть этот процесс обучения вообще не прекращается для врачей? Нет, не прекращается. Медицина уходит вперед. А сейчас у нас в России это как-то скоррелировано? Это скоррелировано теми возможностями, которые предоставлены нам сегодня. Любой учебник американский можно сегодня получить в интернете, прочитать на русском языке, кто не вводит английским языком. То есть те, кто ищет знания, нет проблем эти знания найти. Но все равно нужны преподаватели. Без общения глаза в глаза. Должен быть фильтр, который будет разделять тех, кто может быть врачом и кто не может быть врачом. Александр из Москвы пишет. В последние годы возросло количество заражений гепатитом и ВИЧ и другими инфекциями при визите к стоматологу. Вариант неправильной стерилизации инструмента. Каким образом обезопасить себя? Во-первых, нет никакой такой статистики у стоматологов, что у них высокий процент заражаемости с ПИДом и гепатитом С. Это в основном в больницах. В основном это у наркоманов и людей определенных категорий. Я никогда не слышал ни одного случая заражения ВИЧ у стоматолога на территории, по крайней мере, известной мне Москвы, где мы работаем уже 14 лет. Если это сразу становится известно среди врачебного сообщества, или сокрыть это можно. Но пациентов не будет скрывать. Это правда. Давайте так, один вопрос с сайта финам.фм, один на звонок на 6510-99,6, код Москвы, 495. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый день, меня зовут Марат. Да, Марат, единственная просьба, выключите приемник, по телефону с нами общайтесь, пожалуйста. Да, да, все, выключим. Спасибо. Значит, я сам в прошлом доктор, в прошлой жизни, у меня супруга врач работает в заведующее отделение в обычной районе поликлиники города Москвы. Врачом-регионологом заведует отделение. Вы знаете, какая проблема существует на сегодняшний момент? Вот в государственных учреждениях, к сожалению, руководители этих учреждений совершенно не заинтересованы в том, чтобы у них работали профессионалы. Они не занимаются удержанием профессиональных кадров. И в связи с этим, ну там, во-первых, огромное количество коверных этих-то игр, да, вот в медицине. Это было всегда, есть и будет, я так предполагаю, наверное, пока это сегодня не скремится. Слушайте, Марат, а поясните, если можно, коротко, о чем идет речь под коверные игры, это что? Ну, там, то есть ценится в первую очередь лояльность к руководству, например, да, а не профессионализм и знания врача. А, понятно. Вот. Было масса случаев, и до сих пор они есть, примеры, когда руководство, там, районных поликлиник, больник просто выживает умных толковых докторов, потому что они просто не лояльны и не боятся говорить правду. Да, не боятся говорить правду в лицо руководству, там, несогласным сомнением руководства в той или иной ситуации. Вот у меня жена, например, вынуждена была уйти из одной поликлиники в другую тоже на заведование, в связи с тем, что, ну, врач просто начала ее, там, выживать, в связи с тем, что она вот была не согласна с политикой, с позицией в отношении, там, ее же подчиненных. Да, я понял. Как прокомментируете? Ну, это не имеет отношения к уровню медицины, и вообще это не есть проблема пациентов. Но всегда есть интриги, всегда есть лояльность, является критерием, который... Все мы хотим, чтобы наш персонал был лояльный, независимо в медицине это или в политике. Да, профессионал физдиагнобед. Алексей пишет, полностью согласен с Борисом, сейчас в стране необходимой профессии, в них идет совсем плохой контингент, речь идет о медицине, культуре и образовании. У них ярко выраженное нежелание получать эти профессии. Грамотные дети, прозомбированные профессиями экономисты и юристы, бегут в эти отрасли, а потом не могут найти работу. В итоге мы имеем кучу никому не нужных экономистов и юристов, и полный развал в нужных профессиях. Вот так. Да, нынче времена дилетантов. Да, но от этого-то... Борис Павлович, болеть-то от этого люди не перестают. Обращаться в поликлинике мы продолжаем. Меня потрясли факты такие, когда приезжает скорая помощь, и на вопрос, значит, что, выписываются... Простите, я никого не хочу обидеть. Препараты, которые рекламируются. Ну, человек и сам может, простите, самолечением заниматься. То, что категорически запрещено. Скорая помощь выполняет функции, как я понимаю, перевозчика, а не нечто другое. Кого? Перевозчика? Перевозчика пациента в медицинское учреждение, где ему окажут скорую помощь. Это называется скорая помощь. Ну, типа МЧС. Отлично. Дожили. Такси такое. Бесплатное. Ну, зато быстро, без пробок доедет, надеюсь. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Вечер добрый. Александр, здравствуйте. Алло. Да-да-да, вы в эфире. У меня два вопроса совершенно конкретных. Первый вопрос. Он связан с высокой стоимостью медицинских услуг в Москве. То есть у меня знакомые ездят, например, лечить зубы в Германию, что гораздо дешевле. У нас в одной из сетевых клиник стоматологических имплант зуба стоит от 60 до 80 тысяч рублей. А второй вопрос связан с тем, что собираются ли какие-то меры предпринимать, чтобы убрать с наших экранов разного рода передачи, которые пропагандируют самолечение или лечение уриноперативы, или что-то еще подобное. Спасибо. Отличный вопрос. Нельзя убрать с экранов ничего. Борис Павлович, неужели вы, профессиональный врач, поддерживаете вот подобные, назову их так, проекты? Послушайте, есть аудитория у этих передач. Есть аудитория у программ здоровья и жить здорово, программа врачи. И эти люди, им это интересно, они хотят это слышать. Вот многие до сих пор расстроены, что нет у нас такая была передача, там человек пропагандировал лечение травмами. Какова фамилия? Малахов? Вы знаете, вот он исчез, а многие скучают по Малахову. И огорчены, что больше Малахова. Подождите, вы меня сейчас шокировали. Вы меня шокировали. Не интересно вам слушать про такого рода медицину? Не слушайте. А кому интересно, пусть они... Должна быть какая-то свобода выбора. Теперь второй вопрос. А первый какой был? По поводу дешевизны там медицинских услуг. Ну, это чушь собачья. Имплант стоит во всем мире одинаково, у нормального профессионала. Между 1500 и 2000 долларов это может быть и в Германии, и в Америке, и в Канаде. А все что дешевле? Дешевле это все свои. К ним даже из Германии едут. Я вижу рекламу, что немцы стали ехать в Москву и делать имплантацию все свои. 9500 рублей про все. Это 300 долларов. Очень дешево. Не исключено, что даже билет войдет в эту цену когда-нибудь. Так, ладно. Дальше идем. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Петр. Я как бы хотел подытожить, наверное, не только эту передачу, но и все предыдущие на все темы, что у нас проблема одного поколения, как показал один мудрый человек. Начинать надо с системы, наверное, образования, что воспитать новое поколение учителей, которые научат других людей и в экономике, и в медицине, и во всех Да, Петр, но только придется ждать. 20-25 лет вы готовы? Наша-то с вами жизнь идет. Ну, идет, но ради будущих поколений хотя бы. Потому что изменить то поколение, которое есть, это практически невозможно. Да. Что скажешь? Надо начать с министра образования. Уже вроде поменяли. И министра культуры. Министра культуры еще не поменяли. А, вы уже... Только назначили. Потому что должна быть... Все упирается вновь в политику. Образование должно идти параллельно и адекватно с культурой. Не может быть врач некультурным. Вы согласны со мной? Согласен. Вот поскольку вот эти два министерства... Но мне главное, чтобы врач был профессионалом. Ну, тогда выберите в ближайшие вот несколько дней другого себе министра образования, который назначит нормальных ректоров, которые будут не деньги сшибать с абитуриентов, а следить, чтобы их хорошо учили. Но даже это означает, что только через 20 лет будет результат. Слушайте, в России очень способных людей много. Я надеюсь, что, может быть, за 15 управятся. Давайте еще успеем, наверное, звонок принять. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, я хотел... Извините, я выключу. Так. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Владимир. Да, вы в эфире как вас зовут? Владимир зовут. Да, если можно, лаконично, Константин. Ну, знаете, вот я только что послушал ответ молодого человека. Мне кажется, вывод другой немножко. Пока у нас демократия, у нас не будет ни хороших учителей, ни врачей больше. Потому что все сейчас делают то, что им хочется делать. И там, где это выгоднее. А не то, что сейчас нужно. И кому это нужно. То есть, как показывает практика, в демократии мы не вырастим. Хороших врачей. Мы уже загублены. Да, спасибо. Вот это вывод, а. Спасибо за молодого человека. Во-первых, это он меня имел в виду, да? Ну, а насчет демократии с ним согласен. Демократия противная. Да ладно. Борис Павлович, в Израиле публичная парламентская демократия. И что плохо? Вот в результате министром здравоохранения... Пример-министр. Пример-министр, да. В Германии. В Германии демократия. Демократия. Да. И хорошую медицину. В Америке демократия. И теперь будет всеобщее медицинское страхование. Ну да, в Америке демократы победили, республиканцев. А какая будет у них медицина, я не знаю. Сейчас, я думаю, будет хуже. Слушайте, вот это финал программы. Ну, спасибо, Константин. Никак не думал, что на этом мы закончим, что демократия это противник медицинского развития. Борис Павлович, спасибо огромное. Надеюсь, у нас далеко не первая, но и не последняя встреча. Да, не успели на все вопросы ответить. Спасибо. Далее новости.